Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступило время новых серий, связанных с какими-то историями, связанными с золотом, финансовыми активами и так далее и тому подобное, которые у нас объединяются общим названием «Золотой теленок». И эта часть «Золотого теленка» в нескольких сериях будет посвящена золоту кладов. Каким образом формировались различного рода структуры в разные периоды времени, каким образом изменялась финансово-мунитарная политика целых государств за счет того, что происходило с откапыванием либо поиском тех, либо других кладов. Я расскажу несколько историй из того, что мне известно, либо в чем я соучаствовал, каким образом это при моем понимании происходило в тех, либо других странах мира. И, понимая эти истории, я передам вам некое видение того, что же есть у нас в виде золота кладов у всего мира, у всего человечества на сегодняшний день. И мое собственное мнение по поводу того, что для меня являются те, либо другие клады. Расскажу конкретные истории, конкретные технологические моменты, которые возникали в тех, либо других экспедициях по поиску кладов. Упомяну статистические данные, которые отражают, наверное, цифры самых больших найденных, самых интересных найденных кладов, повлиявших максимально на ту, либо другую историю. Расскажу несколько историй про судьбы людей, которые связаны с теми, либо другими кладами. Ну, в общем, постараюсь отразить как таковую тему в конве понятия «золотой теленок» и наше с вами монетарное отношение. Ну, вот как они формируются за счет найденных кладов, за счет любви человека их искать и так далее и тому подобное. Ну, вот, собственно, мы сейчас стартуем. И сразу бы хотел сказать, что действительно на протяжении всей истории человечества те, либо другие государственности прямо направляли глобальные экспедиции. Причем эти экспедиции носили как и эзотерический характер поиска кладов, которые имеют какие-то глобальные артефакты, которые влияют на власть, на судьбу человечества и так далее. Так и вполне себе утилитарные истории, когда искали склады и поднимались огромные сокровища, допустим, затонувших кораблей, либо как они исчезали, эти сокровища, и как это влияло на такую экономическую значимость того-либо другого государства в разные периоды времени. И дело в том, что ни для кого не секрет, что великая история освоения мира человека была всегда связана с перемещением огромного количества ценностей. И эти ценности тонули, исчезали, прятались в пещеры, что только с ними не происходило. А вторая позиция в этом отношении – это, собственно, сам человек. И пытаясь сберечь во время катаклизмов те либо другие свои накопления, человек их закапывал, прятал. Потом они возникали через промежутки времени и снова входили в обращение. В общем, обо всем этом с вами мы поговорим в ближайших, вот скоро-скоро начавшихся сериях. Как обычно, это будет недолго, конкретно и абсолютно точно завораживающе интересно. Спасибо вам, что смотрите канал. Спасибо вам, что смотрите серию передач под названием «Золотой теленок». Увидимся очень скоро с конкретными новыми историями про клады. Золото кладов – наша новая серия.